Ежегодно в мировой океан сбрасывается 14 миллионов тонн пластика. Течение уже сформировали из него целые мусорные континенты. В природных условиях пластик практически не разлагается. Вместо этого под действием ультрафиолета и морской воды он распадается на микроскопические частицы, некоторые из которых в 150 раз меньше толщины человеческого волоса. Рыба и другие морские обитатели неизбежно заглатывают эти частицы. Сегодня мы расскажем о том, в каких морепродуктах больше всего микропластика, как избежать его употребления и почему он опасен для организма человека. В верхних слоях морей и океанов циркулирует 25 триллионов частиц микропластика. Еще больше оседает на морском дне. Дрейфуя в океане, кусочки полимеров обрастают водорослями и бактериальной пленкой, из-за чего растительноядные рыбы путают их с привычной пищей и заглатывают. Далее по пищевой цепочке микропластик попадает в организм хищных рыб и человека. Ученые сходятся во мнении, что микропластик могут содержать практически любые виды рыб, причем как морские, так и пресноводные. На сегодняшний день достоверно установлено наличие микропластика в следующих видах. Толстолобик, карась, карп, анчоус, тунец, ставрида, сельдь, скумбрия, треска. Еще больше микропластика находят в рыбе ведущий придонный образ жизни. Это камбала, палтус, пикша, морской язык, угорь. Окунь, лещ, сом. Когда рыба проглатывает микропластик, он постепенно накапливается в ее пищеварительном тракте, а самые мелкие частицы всасываются через кишечник и попадают в мышцы. Поэтому, очистив рыбу от внутренних органов, вы избавитесь от большей части микропластика, но вероятность употребить некоторое количество микрочастиц из мяса все же останется. Гораздо больше шансов наесться микропластика у вас будет при употреблении рыбы, которую производят без разделки. Например, кильки и шпрот. Та же проблема с сушеными анчоусами и креветками. Их готовят целиком. Но больше всего микропластика содержат моллюски, мидии, устрицы, морские гребешки, поскольку они обитают на дне, непрерывно фильтруя воду в поисках фитопланктона. Самостоятельно проверить мясо рыбы на микропластик в домашних условиях не получится. Для этого необходима сложная аппаратура для спектроскопического анализа и хроматографии. Поэтому просто убедитесь, что рыба очищена от внутренностей. А еще полезно поинтересоваться, в каком районе обитала пойманная рыба. Взгляните на карту. Коричневым цветом отмечены районы, наиболее загрязненные микропластиком. Соответственно, рыба, пойманная у берегов Камчатки, Чукотки и морей Северного Ледовитого океана, с наименьшей вероятностью будет загрязнена микропластиком. Самые мелкие пластиковые частицы, меньше 150 микрон, могут преодолевать кишечный барьер и попадать в кровоток, накапливаясь в органах и тканях и вызывая разрушение клеток, нарушение работы иммунной системы, канцерогенный эффект. Частицы пластика размером меньше одного микрона способны проникать внутрь клеток, нарушать структуру ДНК и вызывать повреждения сердца и сосудов, печени, нервных волокон. Кроме того, микропластик – это переносчик токсинов. Он действует как губка для различных токсичных химикатов, присутствующих в морской воде, перенося их в организм рыбы, а затем и человека. Наиболее опасные из них – это вещества, имитирующие человеческие гормоны, которые выделяются из различных полимеров, загрязняющих океан. Эти вещества воспринимаются организмом как мужские и женские половые гормоны, а также гормоны щитовидной железы, что ведет к нарушению половой и эндокринной систем организма. Микрочастицы полимеров разносятся по планете. Ежегодно из океана в атмосферу выбрасывается 136 тысяч тонн микропластика. Он попадает в воздух, которым мы дышим. Также его находят в бутилированной воде, в чае, приготовленном с помощью чайных пакетиков, а также в детских смесях, реализуемых в пластиковых бутылочках. Ожидается, что к 2050 году масса пластика в океане превысит массу рыбы. Осознавая тревожную тенденцию, ученые непрерывно придумывают новые способы борьбы с микропластиком. Мы расскажем о трех наиболее интересных и перспективных методах. Склеивание микропластика. Ирландский изобретатель разработал феромагнитную жидкость, которая обволакивает частицы пластика и заставляет их слепаться между собой, формируя более крупные частицы, которые можно отфильтровывать. Такую склеивающую жидкость можно использовать на очистных сооружениях. Также существует концепция создания специальных фильтров на океанских судах, которые превратят их в плавучие очистители воды от микропластика. Живые пылесосы. Ученые возлагают большие надежды на создание бактерий, поедающих пластик. Это могло бы стать настоящим спасением для планеты. Такие виды уже найдены. Например, в 2016 году в Японии обнаружили бактерию, поедающую PET, из которого состоят пластиковые бутылки. Правда, скорость, с которой бактерия разлагает PET, слишком мала, поэтому генетики трудятся над улучшением ее генетического кода. Самоуничтожающийся пластик. В 2021 году ученые из Калифорнийского университета воплотили в жизнь идею пластика, снабженного механизмом самоуничтожения. На стадии производства в него добавляют ферменты, заключенные в полимерные капсулы. При воздействии воды или тепла капсулы разрушаются и высвободившиеся ферменты превращают пластик в молочную кислоту, исключая всякую возможность его распада на микрочастицы. Информация познавательная или справочная? Не применяйте никакие рекомендации без консультации с врачом. Делитесь своим опытом в комментариях, подписывайтесь на Здоровье сберегающий канал и жмите на колокольчик уведомлений, чтобы первыми узнавать о новых видео. Мы ценим ваше мнение.